Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про желтеющие, краснеющие, подсыхающие листья винограда. В последнем ролике, который я показывала, где я там ягодки показывала и так далее, вы задавали вопрос, а что это на листе, а что это на листе, а что это за болезни? Вот сегодня мы с вами все эти примеры и рассмотрим. Ну что ж, имеем вот такие вот желтые листья на виноградном кусте. Значит, смотрите, что касается листьев. Сразу обращаем внимание, какие это листья. Нижние, средние или верхние. Сейчас у нас 10 августа. В принципе, многие кустики уже идут, скажем так, приближаются к периоду покоя. И поэтому для нижних листьев определенное состояние, это вполне нормально. И вот на данном кусте у нас проблема именно, ну это даже не проблема с нижними листьями, да, мы видим вот они желтые и даже начинают отмирать. Но обратите внимание, вот и на лозу, лоза здесь желтая, у нее уже начались процессы вызревания. И вот это вот отмирание нижних листьев, оно вполне нормально и вполне закономерно. Ну вот, вот этот листик, да, он еще и поврежден. Когда-то у нас тут град немножко был, некоторые листики побил. То есть, ну, абсолютно нормальное явление для этого времени. Если бы мы, конечно, вот такие листья заметили, например, в начале сезона, в июне, ну да, можно было бы думать, что это какая-то болезнь. Ну, сейчас уже даже не вторая половина лета, мы все-таки движемся к финалу, поэтому вот такие листья, это нормально. Вот на этом кустике тоже такие листья, тоже это не болезнь, это просто старый лист. А вот еще пример лист с покраснением, вот там даже желтеющий. Дальше вот такой, да, и вот здесь вот такой. Вообще покраснение листьев говорит о том, что растению не достает фосфора. Там, по-моему, в зависимости от картинки покраснения, еще может говорить о недостатке магния. Но опять, все зависит от того, в какое время мы смотрим. Сейчас, особенно вот этот желтеющий листик, все, ну, он уже просто отработал свое. И у некоторых сортов это нормально, это может быть сортовой особенностью. Опять же, мы обращаем внимание, что это у нас нижние листья. Вот такие, значит, с кустом все нормально. Ну, если очень хочется, конечно, фосфора можно подкормить, ничего плохого в этом не будет. Но ничего страшного, абсолютно нормально. Тем более, что на этом кустике, ну, вот там видно, начинает вызревать лоза. То есть такое состояние листьев, когда они начинают краснеть и отмирать, сморщиваться, да, немножко скукоживаться, абсолютно нормально. Смотрите, здесь, пример, это хлорозные листики. Основные признаки, вот, темно-зеленые прожилки и более желтые края. Это говорило о том, что вот в тот момент, когда развивались эти листики, был какой-то недостаток питания. Не всегда он был недостатком, просто растение не могло его нормально усваивать. То есть, что делать в таком случае? Если у нас это листики молодые, значит, мы подкармливаем микроэлементами. Как правило, вот такая картинка, это недостаток железа. То есть, хелат железа по листу смело можно дать. Ну, смотрите, я поднимаюсь вверх по лозе, то есть, вот эти листики у меня где-то на уровне сантиметров 60. Я поднимаюсь вверх по лозе, там листья, вот, абсолютно нормальные и здоровые. Поэтому, вот сейчас я могу уже ничего не делать, все нормально. В принципе, тоже листья довольно низко находятся. И то, что они в таком состоянии, абсолютно ничего страшного. Уже в то же время скоро будет отмирать. Также может кого-то смутить, вот, коричневые пятнышки. Что это такое? Вспоминаем, что мы делали с нашими кустиками. Делали мы ли мы обработки, когда мы их делали. Ну, и, в принципе, зачастую вот такие вот штуки, это следы обработок. То есть, где-то вещество у нас плоховато размешалось, а пырскиватель, форсунки, может быть, были подзабиты, попала более крупная капелька, и вот так вот подожгла. Да, такое тоже бывает, особенно если вы это видите через пару дней после обработок, то это именно оно. Просто, ну, увидев вот такие штуки, вспоминаем, а что же мы делали. И, как правило, мы сами очень быстро ответим на вопрос, что с нашими листиками происходит. Смотрите, вот еще пример хлорозного листика. Ну, мы увидим, что этот листик был одним из самых первых на этом побеге. Все уже его и возраст, и время, и то, что он такой хлорозный, абсолютно никак не влияет сейчас на развитие куста, и беспокоиться по этому поводу не стоит. Вот такие непонятно деформированные листики. Что это может быть? Ну, вот эти вот отверстия, это на самом деле погрызы насекомых. Листоеды у нас едят, и он, по-моему, называется хрущик. Тоже такой коричневый жучок. Вот они в начале лета любят листики погрызть. Сейчас их уже нету, и поэтому вот об этих отверстиях волноваться не стоит. Значит, что касается вот такой вот страшно деформированной формы. Стоит ли об этом волноваться? Ну, смотрите, поднимаемся вверх по этому побегу. Дальше у нас идут абсолютно нормальные, вот здесь кто-то отъел кусок, вот. Но дальше, по большей части, у нас идут абсолютно нормальные листики. Поэтому беспокоиться не стоит. И касательно вот такой вот штуки. Значит, вспоминаю, что у нас было весной. Весной, когда мы открыли наш виноградник, мы его открыли после 10 мая, потому что еще были заморозки. Ну, и потом было несколько холодных ночей, и волна холода тоже шла. И на самом деле чуть-чуть было подморожение, оно было совершенно незначительное. Почки еще там были закрыты, либо они только начали раскрываться. То есть температура была такая, которая, с одной стороны, вроде как не повредила почку, но вызвала вот такие вот деформации листа. То есть обращаю внимание, это первые листья, и такое действительно бывает. Для того, чтобы понимать вот эти процессы, нужно наблюдать. Вообще одно из самых таких важных качеств любого человека, который что-то выращивает, ну и не только, это наблюдение. Когда вы будете наблюдать, то вам очень легко потом будет делать некоторые выводы. Вот здесь же рядышком тоже вот какой-то лист такой непонятно деформированный, да, то ли погрызенный. Вот, опять же, вспоминаю погодные условия. Я даже как-то говорила, правда не показывала, что у нас в начале сезона, когда побеги были сантиметров, наверное, около 10, прошел град. Вот, да, он вроде бы был небольшой, тем не менее, где-то он повреждения нанес. Ну, собственно говоря, вот это вот, это оно. Как выглядят повреждения градом? Это, как правило, такие подорванные листики. У сортов темноокрашенных, это может быть вот прям такие, знаете, они еще начинают немножко как бы краснеть, и вот как синяки на листиках. Вот, такое бывает. И вот эти вот повреждения градом, ну, последних, наверное, недели три у нас ничего такого не было, но смотрите, не всегда они заметны, да, если нас не было на месте и прошел градик небольшой, то мы не всегда можем это увидеть. Ну, походите, посмотрите по другим культурам, просто что там с листьями происходит. Например, на втором участке тоже у нас там был градик, и так кое-что повредил, да, не сильно, не значительно, но тем не менее было. И почему было легко заметить, это по огурцам. У огурцов был достаточно сильно битый лист, а на винограде такое впечатление, что полосками шло, один кустик поврежден, второй не поврежден, который рядышком, один побег поврежден, второй не поврежден, то есть, ну, бывает так, просто проанализируйте, подумайте, посмотрите, то есть, вообще, вот какие-то вот такие вот огрызки, да, или, ну, я даже порву специально этот листик, вот что-то типа вот такого вот, это, скорее всего, повреждение градом. Покраснение уже показывала, покажу еще раз. Недостаток фосфора, ну, кстати, вот такие покраснения, они характерны для темноокрашенных сортов. Просто имейте в виду, тоже листья нижние, если мы поднимемся вверх по лозе, то здесь все нормально, так что можно ничего не делать, но если очень хочется, то можно как-нибудь микроэлементами подкармливать, ничего страшного, как бы ничего плохого в этом не будет, но, опять же, если бы мы видели вот такую картинку раньше, недели две назад, три, то, ну, был бы больше смысла принимать меры, а так растение тоже, оно уже чувствует осень, тем более я вот сейчас покажу, вот у нас корень, а там у нас яма. Ну, так надо. Да, так получилось. Поэтому тоже здесь достаточно сухо, здесь песок, то есть растение чувствует, что ему пора уже собираться на покой. Листья начинают приобретать вот такую окраску. То есть имейте в виду, что вот для темноокрашенных сортов это характерно. И если это единичные листья, вот во второй половине августа и позже, то волноваться не стоит. Вот так может краснеть листик, но тоже ничего страшного, да. Листик нижний, так что для него это норма. Вот листик примерно в серединке, тоже идет по краснению. Фосфора не хватает, причем темноокрашенный сорт. Ну, сейчас еще можно микроэлементами пройтись. Вот здесь, смотрите, тоже интересная картинка. Желто-красные листики, ну, здесь вообще все понятно. Даже вон там есть опавший. Это осень. Это макузане. Вот нижние такие. Дальше идут абсолютно нормальные листики. Вот такой совсем краснеющий лист, но это явно лист, который уже отработал свое. Это пино-нуар, тоже темноокрашенный сорт. Вот для него характерны вот такие листики. Если бы они все сейчас были такие, ну, да, что-то было бы не в порядке. А для нижнего листа, чтобы лучше было видно. Ой, вот какой он красивый. Для нижнего листа это нормально. Некоторые сорта осенью полностью приобретают листики, такую окраску. Вот смотрите, здесь покрасневшие листья, да, коротенькие побеги. И, в принципе, видите, тут почти по всему побегу, почти до верха все не очень. Ну, и вот явный хлороз, да, коронка расправлена. Вот такие вот побежики. Что здесь? Да, кстати, покажу вот из другой стороны. Тоже смотрите. Высота сантиметров 60. И тут же тут все с покраснением. Но здесь на самом деле тоже все просто. Смотрим рукав. Я сейчас опущусь. Вот снизу. Видите? Какой зеленый красивый побег растет. А вот рукавчик. И вот повреждения. Сразу попрошу любителей ставить диагнозы. Тоже это никакой не бактериальный рак. На самом деле в прошлом году был градобой. Поэтому были повреждения. Понятно, что мы использовали ту лозу, которая была, да, на этот год. Ну, поэтому вот здесь вот здесь вот так вот получилось. Все это будет удаляться. И будут формироваться новые рукавчики вот из этих зеленых побегов. Поэтому, если вы видите вот такую вот картину, да, когда у нас много таких листьев, да, они тоже могут быть желтые, могут быть красные, это темноокрашенный сорт. Плюс побеги не очень хорошо развиваются. Посмотрите внимательно на рукав. Возможно, там какие-то повреждения. И, в принципе, ну, как-нибудь отдельно поговорим, потому что тоже отдельная тема. Поговорим о том, почему даже вызревшая лоза в наших условиях может не всегда хорошо зимовать. Ну, вот с таким, что делать, в принципе, ничего. Все это уже по осени обрежется. То есть, в таком случае надо отращивать что-то от головы куста, формировать новые плодовые стрелки, новые рукава. Все здесь. Ну, можно попробовать по листу что-то покормить, но что, мы на следующий год на плодоношение вот это явно не оставим, потому что, ну, это ни о чем. При том, что вот побеги с другой стороны, с другого рукавчика, видите, здесь все замечательно. То есть, ну, с кустом все в порядке, это проблема локальная. То есть, как видите, далеко не все есть болезни. И даже большинство из того, что мы видим, это не болезни, а совершенно нормальные физиологические процессы в растении. Когда вы видите какие-то вот такие листики, в первую очередь смотрим, нижнее это либо верхнее. Конечно, если мы видим хлороз, какое-то усыхание, увядание на верхних листиках, которые вот только-только начинают раскрываться, скорее всего, что это какое-то нарушение, недостаток питания, либо может быть действительно болезнь. Если это нижние листья, вот сегодня у нас 14 августа, то есть, конечно, еще где-то месяц, полтора, в принципе, у нас нормальный вегетационный период. Но на самом деле уже в это время растения могут начинать готовиться к зиме. И особенно, если стоит теплая, сухая погода, то это абсолютно нормальный и закономерный процесс. И даже если вы, например, видите весь побег пожелтевший, смотрим, есть ли там вызревшая лоза, то, по идее, уже тоже растение готовится к зиме. В этом году как-то даже с вызреванием лозы я вам показывала молодые кусты. Казалось бы, я их там снимала 10 августа, еще им бы быть зелененькими, а у многих уже начались процессы вызревания. То есть физиологический процесс, несмотря на то, что у нас такой получился сезон с задержкой в этом году, все равно физиологический процесс ведет себя так. Поэтому обращаем внимание, верхние либо нижние. И если это нижние листья, особенно во второй половине сезона, все нормально. Ну и, конечно же, я вам показывала примеры, вспоминаем, что у нас было в начале сезона. Если мы внимательно все сопоставим, то некоторые вот там неправильная форма, рваные края и так далее, это тоже будет абсолютно нормальным. Я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!